Всем приветико, ребята! Это новая серия ютубчика из Бентли. Сегодня мы с вами разговариваем про тело. Потому что я набрала 12 килограммов за свою беременность. Это было 4 месяца назад, уже через 3 месяца, даже через 2 месяца. Я выглядела вот так. Я вернула полностью свой добеременный вес. И сейчас я уже даже выгляжу лучше, чем до беременности. И в этом есть прям моя большая-большая-большая работа. На самом деле, даже забегая вперед, беременность всегда для меня была очень страшной штукой. Потому что мне казалось, что я тело свое не верну. Что что-то поменяется, точно не будет как раньше. И только когда я решила все свои вопросы с телом, наступила моя беременность. И прошла самым идеальным образом. И самым идеальным образом вернулось мое любимое тело. И я прям разложила несколько вещей, которые очень сильно помогли мне в моей многолетней, многодесятилетней истории с телом. У меня есть первая часть этого видео. Пожалуйста, посмотрите первую часть. Там я рассказываю вообще в целом свою самую долгую историю, как у меня все было с телом. Сейчас я буду говорить уже более какие-то новые вещи по поводу того, что я делала после беременности. Погнали. Во-первых, первое и самое главное. Я сдала все анализы. Ну, естественно, я до беременности сдала все анализы, когда я готовилась. Я после беременности сдала все анализы. И в последние несколько недель, может быть, одну-две недели перед родами я смотрела за своим уровнем глюкозы. То есть я установила глюкометр и следила за уровнем глюкозы в крови. И что я поняла за две недели нахождения с глюкометром, что когда я с утра выпиваю сок, либо когда я съедаю что-то сладкое, то у меня происходит очень сильный скачок глюкозы. Прям очень резкий скачок глюкозы. Как работают скачки глюкозы? Когда у нас сильно скачет глюкоза, у нас вырабатывается инсулин. Когда вырабатывается инсулин, организм понимает, что у него стресс. И он начинает запасать жир. То есть чем опасны резкие скачки глюкозы, тем, что у нас сразу начинает вырабатываться в организме жирочек. И вообще в целом это супервредно для организма. Я не врач. У меня есть врач, который меня ведет. То есть я сейчас не претендую, но я вам говорю о том, что я начала следить за своим уровнем глюкозы. И лайфхак, который мне давал врач. Я не ограничиваю себя в сладком. Вообще сейчас ни в чем себя не ограничиваю. Ни в какой еде. Но у меня теперь есть новое правило. Перед тем, если я хочу съесть что-то сладкое, даже если это фруктовый сок, то есть любые фрукты, любой фруктовый сок, вообще что-то сладкое просто со сладким вкусом, то есть фрукты считаются сладким. Я съедаю что-то нормальное. Нормальное это не сладкое. То есть не знаю, там яйца, рыбу, какие-то овощи не сладкие, там авокадо, цельнозерновой тост с авокадо, с яйцами. Ну что-то прям просто нормальное. И я начала завтракать. Раньше мне было сложно завтракать. Во время беременности я всегда завтракала, но тоже какими-то разными штуками. Сейчас я прям себя первое время заставляла завтракать, потому что после ротов мне снова не хотелось завтракать вообще примерно никогда. Но я прям сейчас заставляю себя съесть что-то нормальное. И далее я ем в следующий раз, скорее всего, где-то вечером. То есть я ем два раза в день сейчас. Я не придерживаюсь какой-то диеты на грудном вскарбливании, потому что я сейчас кормлю грудью. Но я где-то слышала, кто-то мне говорил, что там не надо есть огурцы. Я перестала есть огурцы. Врач мне моя говорила, что лучше всего есть вареные овощи, либо там бланшированные, какие-то, в общем, приготовленные лучше есть, чем сырые, когда ты кормишь грудью. Просто говорит Саша сыроед, да, в прошлом. И сейчас, ну и как-то типа тоже постараться поменьше есть там фруктов, вот всего такого сырого. То есть опять же там печеные яблоки, ок. Сырые яблоки. Ну как бы есть мнение, что это может влиять как-то там на диатезность или на грудное вскарбливание. И я просто, ну как-то чисто интуитивно решила это попробовать. То есть сейчас мое питание, это вот я вам говорю, какой-то белок. Я очень редко ем мясо практически, что никогда. То есть чаще всего я ем какой-то лосось, я ем, могу есть ягоды. То есть ягоды – это лучшее из сладкого. Тоже, опять же, рекомендовано моим нутрициологам из Калифорнии. То есть и всегда перед тем, как я хочу поесть что-то, типа запретно сладкое, хотя нет никакой запретной еды, просто хочу вот что-то поесть, типа вкусненькое, не знаю, вот моти-десерты, мне очень нравится, если это мороженое какое-то, сорбеты, что угодно, я сначала съедаю что-то нормальное. И когда я съедаю сначала что-то нормальное с утра, не происходит скачка глюкозы. То есть, например, фруктовый сок тоже делает скачок глюкозы. И это затрачивает очень много энергии организма. И это затрачивает очень много вообще в целом ресурса. И знаете, это вот вызывает чувство, когда ты уже с утра усталый, когда ты поел, тебе хочется спать. Вот это я сделала, то есть я выровняла свой уровень глюкозы, и я избавилась от глюкозных скачков. Это сразу очень сильно и очень в легкости повлияло на мое тело. Второе, что я сделала, это я сдала все анализы. Я сделала, мне не нравится пить витамины, вот просто вот я не пью витамины, я сделала несколько капельниц. Тоже, пожалуйста, это не является медицинской, я рассказываю вам свой опыт, это не является медицинской рекомендацией. Я сделала несколько капельниц с железом, и это очень тоже помогло на уровень энергии. То есть витамины и железо. Прям вот несколько, я сделала курс, несколько капельниц, там примерно 3 или 4, но тоже это все делал мой врач. То есть я это делала с врачом по моим показаниям, по моим анализам. Точно, что я могу сказать, что плюс, когда добавляешь магний, магнезиум, это точно дает такую, знаете, спокойность нервной системы, и, естественно, тоже это очень классно происходит сразу. Сразу намного лучше себя чувствуешь. У меня всегда налажен сон, то есть я всегда сплю очень хорошо. Следующее, у меня всегда налажен спорт, то есть я всегда занимаюсь спортом. Я не занимаюсь спортом для того, чтобы похудеть, я не ищу какие-то молниеносные результаты от спорта, это просто моя дисциплина. И сон, спорт, еда, вот это просто база, ресурса, которая нужна для нашего тела, как вот правило жизни в этом кожаном костюме. И можно это тело отравлять, а можно к этому телу относиться с любовью. И я вот когда-то очень давно, в 15 лет, когда хотела похудеть, а сначала у меня именно было похудеть, первое желание, я начала просто делать вот эти простые вещи со своим телом. Следующее, это естественно состояние психики. То есть если я тревожусь, если я там из-за чего-то переживаю, если какой-то происходит стресс, я убрала привычку того, что стресс я заедаю. Я убрала привычку того, что недосып я заедаю. Я убрала вот вообще связь, еда и какое-то невероятное... То есть для меня еда, например, вкусная какая-то, является удовольствием, но она не является спасением. Вот эту связь я очень сильно наладила благодаря ежедневным медитациям, благодаря ежедневным вот практикам, да, на соединение с собой, на успокоение своего беспокойного мозга, на успокоение своего ума. Но если вы хотите, чтобы попробовать медитацию, я записала очень крутую медитацию для похудения, если вы хотите её попробовать, пожалуйста, отмечайте меня в сториз, и я буду вам её присылать в директ. Вот отмечайте это видео, скажите, что вам очень понравилось, очень классное видео, и я вам буду присылать медитацию для похудения. Если вам это интересно, если вам это нужно. Вообще любые видео на моём канале, короче, делитесь, я буду вам ее присылать. И следующее, то есть ментальное здоровье, и это на самом деле очень большая тема, я раскрывала тоже ее в предыдущем видео, я начала читать сигналы своего тела, то есть мысль, я толстая, это мысль, которая появляется в моей голове как сигнал к тому, что мне нужно успокоиться, к тому, что мне нужно уменьшить беспокойство в своей голове, количество мыслей, к тому, что мне нужно пойти отдохнуть, заняться собой, побыть наедине, от того, что я, возможно, где-то себя сейчас предаю и делаю то, что я на самом деле не хочу, и, возможно, где-то я заторопилась, засуетилась, и мне, опять же, стоит заземлиться, успокоиться и вернуться в свое тело. Следующее, что я делаю для тела, я после родов сразу же сделала прям курс телесного массажа, то есть на 5 дней ко мне приехала массажист моя из Нью-Йорка, которую я очень много лет знаю, то есть я всегда занимаюсь своим телом. Тело, всю непрожитую энергию, вот нам каждый день приходит энергия, спускается, как идея, из всеобщего поля информации и пространства вариантов. К нам каждый день спускается разная информация, и мы эту разную информацию можем сразу же, как проводник, пустая пустота, да, как чистое вот просто сознание, нести в материю, потому что мы, как земные существа, у нас вот, ну вот мы такая тема, то есть к нам приходит идея, энергия, и мы эту энергию заземляем. И, соответственно, если мы эту энергию из-за эго не заземляем, то есть мы думаем, что там я недостаточно хорош, мне страшно, мне плохо, я эту энергию заземлять не буду, я как будто бы что-то решаю, мне это делать не надо, это не вовремя, это не время. Короче, как только у нас начинаются эти голоса в голове, которые запрещают нам реализовывать то, что мы на самом деле хотим, это все оседает блоками на теле. И вот каждый день к нам приходят новые идеи, каждый день к нам приходит новая энергия, каждый день мы получаем новое, 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 и оно оседает блоками на нашем теле, и никак, кроме как физическими воздействиями, мы это убрать не можем. То есть ванна, массаж, вот любые физические, какие-то тоже спорт, вот физические практики. И я делаю все это на регулярной основе, не потому что я тёлочка, которая ходит в спа, а потому что это просто моё элементарное здоровье, и это просто элементарная пропускаемость моего тела, и это все мои проекты, все мои идеи, они зависят вот от этого. Все мои деньги, всё моё состояние зависят от того, как чувствует меня моё тело, как чувствует себя моё тело. Ну, короче, как чувствует вот это тело себя. Вот, я перестала, я выстроила следующее, я перестала быть врагом своему телу. То есть это прямо вот сейчас ощущайте. То есть я убрала мысль, что я с кем-то борюсь, и я убрала мысль, что оно неконтролируемо. Потому что раньше у меня была мысль, что вот оно какое-то есть, и я это не контролирую, потому что я не могу на это влиять. Это опять же от эмоционального там переедания, заедания, и когда ты потом ещё чувствуешь чувство вины за то, что ты это там что-то съел, что он не должен был съесть. И здесь тоже, то есть я убирала чувство вины, разрешая себе всю еду, которую я хочу, прям вот разрешая. Я соединяла, то есть это всё про контакт с телом. То есть я возражаю, а что сейчас я чувствую? А где? Это тоже практика медитации. Это тоже есть в медитации тело, поэтому попробуйте её, пожалуйста, обязательно. И я прям чувствовала, где сейчас больно, где сейчас, в какой части тела что я чувствую. Там вот живот надулся, там, да, почему живот надулся, страхи ли у меня в этом животе, какие-то эмоции, спина болит. Это что? Это я на себя много взвалила. Как я могу себя разгрузить? Как я могу о себе позаботиться? И я начала брать тело как, не как враг, против которого я воюю. Я эту часть, вот это вот огромное тело, да, получается, что суть-то вся в единстве разум, душа, тело. И когда вот это вот тело, как большой мой элемент разум перестал отрицать, думая, что он умнее, а когда разум стал другом телу, в этот момент начала магия происходить. В этот момент любая еда перестала быть вредной или полезной. В этот момент любая еда перестала быть виноватой, или, то есть хорошей или плохой. Я перестала делить еду на хорошую и плохую. Я перестала делить, то есть вообще вот всё, что я потребляю, я перестала делить. Но я стала относиться к телу так, как, а вот если бы я была самым-самым-самым любящим родителем для своего тела, если бы я была самым, вот я хотела бы всего самого-самого-самого-самого хорошего для своего тела, стала бы я его мучить диетами, Стала бы я его ограничивать. То есть для того, чтобы оно, да, оно может похудеть, но это как сжаться, понимаете, оно как сжимается. Это как, ну, вот это иссыхает от боли. И начинала я думать, а стала бы я к своему телу так относиться? Стала бы я как любящий вообще, как любящий родитель, или как любящий друг, или как любящий партнёр, вот как человек, который, ну, очень сильно что-то любит, стала бы я так к нему относиться, и ему ответ был нет, нет и нет. Я бы не стала быть категоричной, я бы не стала его ограничивать, я бы не стала ему говорить, что вот только это можно есть, а это нельзя. И я начала, то есть я начала убирать любую потенциальность еды, типа, ой, блин, вот сегодня хочется мороженого, хорошо, иди поешь мороженое. И сразу же не хочется, потому что ты поела. То есть я начала относиться к запросам каким-то тела, так же, как к энергетической загрузке. То есть вот сегодня тело хочет, там, мороженое. И вот иди поешь мороженое, но там сначала съешь хоть что-то нормальное, а потом поешь мороженое, просто уровень глюкозы будет лучше. Вот. То есть суть моя, что у меня изменилось отношение к моему телу. Я перестала, и следующее тоже, что очень важно, я перестала находить интерес в еде, и я стала находить интерес в жизни. То есть я прям начала замечать, о, мне так хочется острого сегодня, о, так это мне остроты в жизни не хватает. Или там, о, мне так хочется сладкого сегодня, так мне, видимо, сладости в жизни не хватает. О, мне там так хочется чего-то там такого этакого, необычного, так пойди там в необычном парке погуляй, или пойди там какое-то творческое задание сделай, или пойди там ещё что-то сделай. И далее я поняла ещё, что тело моё, например, оно может засыпать перед какими-то прям важными вещами, какими-то, ну вот прям саботировать, но я это прям вижу, я говорю, смотри, мы сейчас это сделаем, потом там мы отдохнём, например, мы там то пойдём на урок актёрского, то, на что есть сопротивление, и мы там сходим, дальше нам будет лучше чувствоваться, и мы, например, с телом идём на этот урок, и потом реально хорошо чувствуется, и тело благодарно, потому что вот какой-то новый опыт, и он такой, ну ладно, я согласен, больше не буду саботировать, больше не буду просить там тебя переедать перед уроком актёрского, и оно вот так вот происходит, понимаете, с большой-большой любовью к своему телу. Вот, так что на всех фронтах я работаю со своим телом, это ещё раз резюмируем, это уровень ментальный, то есть тело для меня, любые мысли по поводу я толстая, это для меня знак, то есть я эти мысли, эти сигналы я умею распознавать. Второе, уровень просто еды физически, да, то есть мне нравится питать тело хорошей, качественной, классной едой, выбирать там классные рестораны для ужина, не есть на ходу, есть медленно, с наслаждением, делать из приёма пищи там приятную медитацию, то есть наслаждаться каждым кусочком, мне нравится, это из заботы и любви к своему телу. Далее это нутрициенты, то есть часто важно просто сдать анализы и понять вообще, как оно тело в целом живёт, просто с медицинской элементарной точки зрения. И четвёртое, это вот самая база, да, режим, спорт, сон, вот всё-всё-всё, самое-самое простое, элементарное, что люди почему-то не делают. Опять же, почему, как можно так относиться к себе, к своему самому-самому любимому близкому телу, какой же вы тогда, как же вы можете там других людей чему-то учить, как вы можете других людей, другим людям помогать, если вы о своём теле позаботиться не можете, о себе позаботиться не можете. И это самое важное и самое главное. Вот, и каждая вообще, то есть вот каждую вещь, которую, каждый страх, и ещё вот, да, телесность, то есть массаж, вот это я всё делаю. Вот, ну вроде всё по телу, пишите вопросы, пишите, как вам, пишите, в каких вы сейчас отношениях со своим телом. Я надеюсь, что вам это видео было очень полезно, я вас очень сильно люблю, я желаю вам прекрасного утра, прекрасного вечера, прекрасного обеда, прекрасного настоящего момента. Всем пока-пока!